В этот небольшой городок Карсово со всей Европы и ближнего зарубежья едут паломники. Едут за мудрым советом, за благословением и просто за проникновенным общением. Для меня каждый день это белоснежная равнина, которая расстилается передо мной. И мне нужно идти по ней. Я об одном только прошу Господа, помоги мне не искривить мой след. Архимандрит Виктор Мамонтов служит более 20 лет в православном храме святой Ефросинии Полоцкой. До его приезда это был самый обычный приход, куда люди время от времени приходили помолиться. Но отец Виктор решил, что главное создать общину, где люди будут жить в общении с Богом и друг с другом. Человек может жить биологической жизнью, исторической, общественной, социальной. Но это горизонталь, и в жизни должна быть и вертикаль, то есть это духовная жизнь. И пересечение горизонтали и вертикали дает крест, а там, где крест, там и Христос, а где Христос, там и жизнь. Пред Богом мы все дети. Дети, потому что у нас есть один отец для всех. Каждый имеет родителей по крови, мать, отца, но это одно родство человеческое, а духовное, но выше. Я говорю, не ищите хороших батюшек, а ищите Христа. Пященник, он только исполнитель, посредник. И что Господь даст ему, то он и скажет. Пященник, он ищите Христос, там ищите Христос, там ищите Христос, там ищите Христос, там ищите Христос. Христе Боже, господи, ясте и питье, рабом Твоему, яко святоще, всегда наними преснях в веке веков. Верующие люди должны общаться друг с другом в свободе. Но когда люди теряют чувство меры духовной, нравственной и соскальзывают на путь командования, возвышения, то это уже разрушает жизнь. В миру мы перестаем общаться и все больше начинаем контактировать. В миру мы постепенно теряем ценность душевного разговора и становимся равнодушными. И когда запас любви в душе человека оскудевает, мы слышим выстрел. Когда мы слышим выстрел в этом мире, то это крик на весь мир о помощи. Меня недолюбили. То есть если бы ребенок был правильно воспитан в детстве, в любви, он никогда не способен был сделать это. Верующий человек даже боится уничтожить что-то живое, ползущего жучка. Там есть люди, которые видят гусеницу и давят ее ногой. Такое бывает. А вверх же человек обходит, потому что у него благоговейное отношение ко всему живому на свете. Иди сюда. Не пугайся. Вот она главная. Ну иди сюда, иди. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Где нет любви, нет жизни. Это однозначно. Теоретически это понятно, а исполнить это очень трудно. Вот и вся жизнь христианина заключается в том, чтобы учиться этой любви. Мы все пребываем в школе Христа. Он наш учитель, а мы ученики. И таковыми останемся на всю жизнь. И когда будет экзамен, нам зададут три вопроса. Любишь ли ты меня? Второй вопрос. Любишь ли ты меня? И третий вопрос. Любишь ли ты меня? Это задавал Иисус Христос апостолу Петру. Бог никогда не оставляет нас. Даже если мы на голове ходим перед Ним, Он все равно нас любит. И любит, как говорил какой-то святой, что если ты не веришь в себя, то Бог в тебя всегда верит. Это действительно так. И Он всех любит. Если сейчас сюда привезти Гитлера, Мао Цзэдуна и Ленина, Сталина, сказать, и Христа поставить, кого ты любишь? Сережу больше, дедца Виктора. Что он скажет? Христос. Нам может показаться, что нас Он больше любит, потому что Гитлер у них стоил столько людей. Он нас любит больше, а его нет. А на самом деле Он всех любит. И почему? Потому что это творение Божие. Как в случае с той блудницей, которая говорил, он скажет, что то, что сделал Гитлер, массовое убийство, это я ненавижу. А тот образ Божий, который в нем есть, это я люблю. Это вечно, это всегда, неизменно. Спасибо. 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 Спасибо.